На определенном этапе ведения вашего YouTube-канала стоит задумываться о брендировании видеороликов. Давайте разберем, зачем это нужно. Первое и самое основное — это узнаваемость вашего бренда. Это имидж компании и это качественное восприятие вашего бренда в глазах вашей аудитории. И вторая цель — это конверсии. Увеличение конверсии для перехода на сайт, подписки на канал, ну и других задач. Оформление видеоролика состоит из нескольких частей. Начальной заставки, конечной заставки, перебивки, разного рода всплывашек, плашка спикера и лого компании в углу экрана на протяжении всего видео. Как правило, оформление создается один раз и для всех роликов сразу, учитывая фирменный дизайн компании, учитывая все рубрики, которые будут на канале. Для каждой рубрики возможно определенного рода всплывашки. Учитывая целевую аудиторию, как это все будет преподноситься в более такой юмористичной форме или все так серьезно, по канонам. И когда все это создается, то это уже база, которая используется для всех видеороликов и меняется только текст внутри. Начальная заставка. Интересная и запоминающаяся заставка придаст вашему видео индивидуальность, вызовет доверие, повысит имидж в глазах у зрителей. И еще она может дать какую-то информацию о нише. Например, крутящийся руль в логотипе даст нам информацию, что компания, скорее всего, связана с транспортом. Или, например, вот в школе английского языка в заставке есть и призыв, и перечислены рубрики, и все это за короткое время, что важно. Вообще, одна из основных ошибок — это долгая заставка. Особенно в начале ролика зритель устает и хочет побыстрее перейти к сути. Мы рекомендуем вначале делать маленькую заставку буквально на 0,5 секунд или секунду, просто мелькнуть логотипом, так вы запомнитесь больше. А основную заставку пускать через 20-30 секунд после начала ролика, после так называемого анонса, когда вы расскажете, что будет. Опускайте заставку. Ее мы рекомендуем делать где-то примерно на 3 секунды, уже основную. Но если вам важна инстрим-реклама в вашем ролике, то рекомендуем ограничиться заставкой в одну секунду. Иногда имеет место и длинные заставки, которые 5 секунд или даже дольше. Это имеет место быть, когда канал еще не набрал свой вес. Есть, допустим, канал Forum House, когда еще не был таким раскрученным, у него была длинная заставка, где подробно рассказывалось, о чем канал для новых зрителей. И еще есть такие примеры, допустим, канал Регины Тодоренко, тоже самое. Была сначала длинная заставка, но потом, как правило, все равно делают короткие заставки, потому что зрители устают смотреть каждый раз одно и то же. Перебивка. Она ставится в середине видео один раз или несколько. Она разделяет материал друг от друга. Перебивкой может служить короткая версия начальной заставки или отдельно сделанное оформление. Также перебивка может служить сбивкой ритма, когда сначала идет активный динамичный монтаж, музыка, дальше ставится перебивка, и музыка замедляется, монтаж в том числе, ну или наоборот. Для того, чтобы закрепить здесь запасное колесо. Добро пожаловать внутрь. Действительно. Можно написать вопрос, который вы будете освещать в следующей части видео. Например, на канале Собчак есть перебивка с надписью «реклама», которая ставится перед рекламной вставкой. Ну, как бы для меня, на нашем, ну вот не знаю, возьмем хотя бы вот вас. Вас возьмем. С помощью перебивки можно акцентировать на чем-то внимании. Например, в школе английского языка говорится про ссылку в описании, и дается перебивка с большими буквами «где», акцентируя на ссылке еще дополнительное внимание. Курс бесплатный, так что я не вижу никаких причин на него не подписаться. Ссылку оставили в описании. Для канала «Гараж Тег» мы разрабатывали несколько вариантов перебивок, а каждая из них ставится в отдельную часть видео. Сто процентов. Сегодня поговорим с вами о ценах. Сколько стоит обучение... Начинается с подготовки основания. Стяжки. Автомобили въезжают и выезжают по одной колье. Они давят всем своим весом на четыре точки. Возможно, здесь же паркуются квадроциклы как раз на применении промышленных технологий на малых площадях. Конечная заставка. Ее цель – конверсия, чтобы люди переходили на другие ролики, сайт или плейлист. Как правило, брендирование должно занимать половину экрана, не больше, чтобы было место для роликов. На ролике можно сделать стрелочки, можно эти стрелочки анимировать, можно добавить призывы «жми» или «переходи на сайт». Как правило, заставка ставится в конце ролика секунд на 7-10. Если вы хотите покреативить, есть интересные примеры с людьми, где люди говорят, на какой ролик нужно переходить, тыкают пальцем, выполняют роли анимированных стрелочек и призывов. Это смотрится интересно и забавно. В конечной заставке «Яхт на колесах» мы продумывали, где будет подписка на канал расположена, где будут расположены видеоролики и специально оставляли под них нужное количество места. Для конечной заставки «Гараштек» мы сделали стенку, которая постепенно собирается. Это привлекает дополнительное внимание к ролику, вызывает интерес. Всплывашки. С помощью всплывашек можно обобщить какую-то информацию, о которой вы говорили. Выделить и продублировать важную информацию текстом, чтобы заострить внимание зрителей. Мы делим всплывашки на несколько частей. Первый — это всплывашки с призывами и стрелками. Как правило, они располагаются внизу, и по бокам есть анимированные стрелки, которые призывают открыть описание и перейти туда по ссылке, поставить лайк, ну, или так далее. Такие всплывашки мы делим на три категории. Первая — это информационные. Обычно мы их вставим в начале видео. Они призывают перейти, скачать чек-лист, посмотреть какую-то в блоге статью или другую полезную информацию где-то посмотреть. Второе — это так называемые общие ютубовские всплывашки, которые призывают поставить лайк, комментарий, поделиться в соцсетях и так далее. И третье — это коммерческие всплывашки. Их мы ставим уже в конце. Когда зритель посмотрел весь ролик, подчеркнул для себя какую-то полезную информацию, мы его побуждаем к последующему действию. Например, заказать услугу аудит ютуб-канала, ну и так далее, в зависимости от видео. И у нас есть информационные всплывашки, которые мы делим на несколько частей. Первая — это боковая. Это, как правило, такая заслонка, которая выезжает сбоку. И она нужна, когда идет большое перечисление информации, когда важно всю информацию структурировать каким-то списком. Как правило, в ней есть заголовок и какие-то перечисления по пунктам, ну или просто описания. Вторая — это так называемая свободная всплывашка. Она помогает выделить какой-то важный текст, важную информацию, которую вы сказали, продублировать ее. Она может располагаться в любой части кадра и может меняться по размеру, также меняться, делаться более вытянутой или прямоугольной, в то же время не страдает анимация и позволяет это делать. И третья — это всплывашка с главной информацией внизу. Тоже помогает, чтобы выделить какой-то совет или написать главную мысль ролика. Интересный пример. На сайте косметолога нет. Там в роли всплывашки выступает как бы сам человек, сама спикер, которая показывает рукой, куда нужно сжать и призывает к действию. Вот этот интересный пример с такими нарочитыми всплывашками, и здесь очень много еще разных картинок. Если мы делаем такой вариант брендирования, ну или похожий, то нужно запастись сразу несколькими видами картинок для разных видео. И еще вариант всплывашки — это плашка спикера. На ней пишется имя спикера, ну и, возможно, какая-то еще дополнительная информация о нем. Таким образом вы можете не проговаривать словами, не представлять его в кадре. Логотип канала — это маленький значок сбоку, который есть на протяжении всего видео. Иногда его нужно ставить, иногда нет. Если для вас важно, чтобы ваш бренд запоминали, поставьте, сделайте его анимированным, чтобы он раз в несколько секунд обращал на себя внимание. Лучше его ставить слева наверху, так как все остальные углы заняты. Справа наверху у нас информация, значок. Внизу еще есть подписка на канал и оверлей. Оверлей сейчас работает только тогда, когда вы делаете таргетированную рекламу. Очень важно помнить, что в значке подписки на канал мы часто ставим тоже логотип. И он тоже на протяжении всего видео высвечивается. Чтобы у вас не было дублирования, несколько логотипов в разных углах, вы можете либо поставить что-то другое в значок подписки, либо тогда не делать брендирование сверху, а подписка у вас будет выполнять ту же функцию, показывать ваше лого. Не забывайте про значок ограничения возраста. Это очень важно для таргетированной рекламы. Тоже поставьте его на протяжении всего видео где-нибудь сбоку. Сделайте его с вашим фирменным шрифтом, чтобы он органично вписывался. После того, как вы создали брендирование, чтобы теперь все было четко так, как вы продумали в видео, нужно составить тезель для монтажера. В нем вы напишите, какие виды заставок, всплывашек, куда вставляются, в какие рубрики, на какой секунде. Ну и так далее. Всю нужную информацию, как правильно изменить плашку и так далее, запишите туда. Это значительно облегчит работу монтажера и сделает ее более четкой и по придуманной уже структуре. На этом все. Если вас заинтересовали какие-то примеры, которые я показывала, а также еще другие примеры, которые я не показывала, вы можете их посмотреть, перейдя по ссылочке внизу в описании на наш сайт, в статью. Там это все будет. Будьте на виду.